Здравствуйте! Солнечное утро нового дня. Туча разогнала ещё вчера вечером, и сегодняшний день обещает быть безоблачным. Очень рада, что Ника и Артём приехали в такую погоду и смогут насладиться красотами золотой осени в деревне. Раньше ведь Ника никогда не бывала здесь в это время. А тут и есть на что посмотреть помимо собак. Так, вчерашний день меня радовал, несмотря на то, что были и облака, но то, что творилось у меня дома, не могло не развеять в парящие тучи. Шквал подарков, который затем превратился в цунами. Да, каждый Никин подход к машине увенчивался приносом новых подарков, которые я сейчас покажу. Ну а кроме того, вчера был день учителя, международный день учителя, хотя в школах обычно его принято отмечать в пятницу незадолго до официальной даты. Я была просто поражена, заглянув в комментарии вчера поздно вечером и увидев столько поздравлений в свой адрес. Спасибо всем огромное! Я же в свою очередь поздравляю практикующих педагогов и желаю, как всегда, здоровья, удачи. А в первую очередь терпение. Уж не знаю, кто как, а я в нынешние времена вряд ли смогла бы преподавать в школе, поскольку она весьма и весьма изменилась с тех пор, как я там работала. Ну а что до подарков, сейчас покажу. Ну, во-первых, вот этот шикарный букет из крымской полыни, который своим арматом убаюкивал меня на протяжении всей ночи. А еще вот этот огромный пакет с сокровищами. Вот она, шкурочка моя ненаглядная, причем всех форматов и в таком изобилии, что хватит невероятно на несколько лет. Ну и тут же великолепный состав для покрытия древесины, который я, естественно, испробую в ближайшее время. А еще в этом загадочном пакете находился вот такой вот чай, щемал. И словно сургучная печать к нему прилеплена ракушка улитки. Нет, чай это с рептилиума. Чай с рептилиума? Да. Так это еще кто-то мне сделал подарок? Да. А я была уверена, что это Танюша прислала. Не-не-не, чай это не Танин. Ух ты. То есть я его ведро с улитками положила. Улитки в пакете сидели, но они расползлись и сейчас ползают по всему кузову. Так у нас по голове улиток и так хватает. Правда сейчас они не стали менее активны, а скоро такие заморозки. Я не знаю, я стану не вижу, вот мы попробуем. Ну, посмотрим. Ну, вообще все оригинально. Значит, еще один человек захотел сделать мне подарок. Это просто замечательно. А еще мне прислали великолепный цветок, который я по старинке называю разбитое сердце. Еще его называют цыганские серги, но белого цвета. Честно говоря, я такого вида ни разу не встречала. И сразу же вечером бы решила его посадить. Надеюсь, что он приживется и будет радовать меня на протяжении долгих лет. Вот, кстати, такой же цветок у нас рос под окнами, когда мне было всего три года. Жили мы в коммунальной квартире на первом этаже в теплом переулке. И бабушка его так и называла. Разбитое сердце. Вот оно, сокровище семьи. Корзинка, которая отправлялась в Москву в свое время полный яблок, вернулась нагруженная камнями. Камушки из Крыма. О, когда Ника вчера мне показывала видео и фото их путешествий, меня действительно одолевала белая зависть. Чего тут только нет. А как красиво, если они холодные и сейчас минус один. На солнышке пойдем. Я одной рукой не дотащу все это на солнышко. Ну давай. А вот эти окаменелости. Так, я сейчас все расскажу. Идем. Ну пойдем. Я маленький возьму. Сколько вы рук влезли. Пойдем вон на тот. А нет, там нет солнышка. Да, но я сначала хочу рассказать вот про эти камушки. Потому что мы их не дотащим. Вот это два больших камня. Слушай, ведь это сланец, да? Ну сланец. Так вот этим двум громадным камням предстоит стать столиком. Все уже знают. Они были подарены Нике на день рождения в Крыму. И когда я наблюдала по видео, как их в волоку Артем, Мамайк я как-то на видео не особо рассмотрела. Слушай, я его действительно просыривала с Сизифом. Артем тащил второй Дима. Ай! Умеешь-то народ эксплуатировать. Кстати, мне на стриме довелось рассказать о том, как два громадных розового гранита, что у меня перед входом около Элип, были доставлены. Ну давай вот сюда. Грибам. Ну ты знаешь, у меня на том пне около ручья выросли ворушки, а это, по-моему, не они. Я тамашка насобирала, где-то они ездили на берег. Смотри, это прям палка такая, палка. Ну это как будто скелет чей-то. Лилии. А это какие-то странные вкрапления. Ну это вот эти лилии морские. Ну, кстати, ты знаешь, самую крутую лилию в этом году нашел Расян. В твоих камнях, из которых делали дорогу вместе с песком. Вот эти лишайнички, это со скалы, вот где мы ходили, где вот там водопады. Это где малюсенький водопадик такой? Не малюсенький, там где более-менее ручей, вот где Артем снимал. А где рядом пик филинка я. Мне больше понравился сфинкс, об задницу котхоров был разбит коптер. Слушай, ну как же коптер, жалко. Слушай, это вот тоже Машка нашла. Это они собирали, ходили еще до моего приезда. Ну это как-то вкрапление горного хрусталя. Эх, люблю все, чтобы лисить. И тут получается целый пакетик мелочи, ее заставать не будем, а ее уже перемешали. Ой, сколько ракушек. Слушай, я даже не сумелся еще в этот пакетик. А ракушки на побережье, где ребята были, валяются россыпами. Вот тут у меня действительно слюна потекла. Это бухта космонавтов. Но это уже Азовское море. Вот, смотри, вот эта спиралька, видишь? Это называется не мулин, но мулин как-то вот так. Там все скалы, что вот этот сфинкс, об которого Артем разбил, что вот белая скала Кая, они целиком состоят из вот такой вот штуки. Вот тут маленькие. Такие, только они вдоль разрез. Вот видно. Это древние одноклеточные организмы. Причем вот это... Одноклеточные такого размера? Да, спиральки иногда бывают вообще огромные, но они одноклеточные. И вот это вот одна клетка вот этого вот не мулина. Ну, так написано в интернете, я не знаю, как... Это, кстати, тоже вот они. Здесь маленькие. Вот. Ну, а... А, вот тоже еще не мулин. Ну, мулин. Вот. Вот это вот эти штучки. Здесь я еще видела маленькие палочки. Или они выпили там? Вон они. Вот это вот. Это иголки морских ежиков, кажется. А может быть... Это какие же, простите, ежики были? Какого размера? Нет, скорее... Это вето кораллов. А ведь в Черном море не водятся кораллы. Ну, а сейчас это и не Черное море. Это был как и Антетис. Там водилось. Вот. Ну, тут всякое разное. Оно, конечно, такое все серенькое, но тут вот криталы кварца есть. Ну, их еще промыть надо хорошенечко. Там некоторые интересные камни. Они вообще с такими крапинами. Вот, например, о камене... А это не знаю. Нет, это просто ракушка. Даже я такие находила на Черном море. Но больше всего, ты знаешь, мне нравилось нырять с маской с аэропанами. Нет, просто камень. Потому что когда у меня появились ласты, то я вообще на шестиметровую глубину погружалась. Вот только с трубкой не нравится плавить. Вот. Тоже надо их отмыть, а то они вон... Ну, это горный хрусталь. Вкрапление, да? Кварц. Это, по-моему, кварц. Кровый хрусталь не такой. Вот тоже, ну, мулина. Я уже начинаю их узнавать. Вот, кварц. Слушай, ну ведь горный хрусталь тоже получается кварц? Да томатовый кварц чуть больше, чем дохрена. Видят тебе на гипсы и кварц? Аметисты это тоже кварц. Аметист, парц? Вроде, да. Кусок амфоры древний. Вот. То есть, это ручка была, видимо. Это я под крепостью... Генуэзской крепостью мы нашли. Я эту крепость видела только издалека, но смотрится она, конечно, впечатляюще. Ну, здесь отпечаток гребешка. То есть, просто... Вот смотри, насколько здорово природа задумала. Миллионы лет тому, что на камне. Вот кораллы. И те, которые сейчас, они вообще не поменяли форму. Ну, там наверняка чем-то поменяли, но... Тоже, видишь, обкололся немножко. Этот кварц. И здесь. Но здесь уже вот это, кстати, не кварц. Это больше похоже на какой-то... Так, вот, не помню. Ну, другая... Нет, другая структура кристаллов. Да. Так, это тоже кораллы. Это вот такая. Ну, это, в общем, все серые все. А знаешь, что напоминает? Розу из Сахары. Кирюшка мне в свое время такую привез. Она у меня даже есть в избе. Ну, это еще пожилокварц. Красивое вкрапление. Так, а вот это... А, вот это, кстати, это как раз того самого сфинкса, который разбил коптер Артему. Сделай ему медальон. Это вроде как тоже какая-то радость. Сверла, не пожалею. Непонятная. Но как это называется, я не видела. Вот я, кстати, хватывалась уже за этот камушек. Как раз вот я хотела сбачить в первую очередь. Вот еще на мулины тоже с этого сфинкса. Ну, ты это будешь в новом доме в витрину выкладывать или как? Нет, на клумбу это не годится. У себя положи. Это отмечательки каких-то растений. Это вот там же, где мы столом не добывали. Давай пока разместимся вот у Машки в мастерской, потому что я вчера с большим трудом твоих совушек расставила. Вот еще отпечаток ракушек. Вот это четко. Гребешок. Это какой-то... Белемин? Нет, растение. Видимо, это стебель от лилии морской. А вот это... Сама лилия. Нет, не лилия. Хотя, хрен знает. Я никогда от них цветочки не видела. Сюда надо привезти какого-нибудь сведущего человека, чтобы хоть немножко просветили. А мы его за это свозим за грибами. Сфотографировать. А вот это вот как раз... Это то, что ты на побережье чертала при Горшине? Да. Это эти самые, где бухты космонавтов. Просто дырявчатые камушки. То есть там ничего такого вроде нет. Их надо на веревочке подвесить. Вот у этих дырек нет. Брелки для ключей, чтобы не потерялись. Обтимальный вариант. У меня очень много таких. Вот эти два я... Это мне надо. Вот они с дырками. Хотя это же ракушечник. Там есть ракушечки внутри. Но из них там целые скалы. Ну и просто... А, вот еще. Но у него еще дырка не насквозь. У нас ее до грижок нет. Возможно, что вот эти вот, они живые. Кстати, смотри. Миди? Они закрыты, да. Морские вот эти желуди или уточки. Я не знаю, кто это. Значит, будет пахнуть. Мне больше всего в детстве нравилось вот такие стекляшки обточенные собирать. Да, мне Настя очень красиво свечильник ночник обклеила такими. Очень красиво. Вот эти. Даже водоросли какие-то. Я там чуть-чуть совсем взяла, сколько в карман влезла. Да, но судя по тем снимкам, которые ты показывала, их-то можно граблями грести и лопатами загружать. Да. Зависть. Белая зависть. Надо туда с ведрами ехать. Брать прицеп. Пойду кофе допивать. Давай, допивай кофе. А я сейчас дождусь в талавку. А здесь мокро до леса идти, да? Ты знаешь, сейчас в поле полным-полно растаявшего иния. Всё-таки он сегодня был. Мы выходили с Понькой. Я в три часа ночи выходила там звёзд. Только было ир чё встал? Да ладно. Доброе утро. Уходи. Прясться. Как всегда. Мать было ир, говорю, в семье. Твоя цитата. Так, ну я после автавки рвану в лес за сфагнумом. Я тоже хочу в лес. Слушай, в такую погоду грех не пойти. Там такая красотища. Можно с Артёмом до церкви съездить? Ну, Бог в помощь. Так, ну что ж, день продолжается. Да, сокровища. И нас, как всегда, ждут великие дела. Однако этим утром всё пошло немного не по плану. И мой визит в лес не затянулся. И Ника с Артёмом, по-моему, не успели. Как следует обследовать руины старинной церкви, кладбища, побывать в Барском саду. Теперь уже Липовом лесу. Потому что наши планы по разным причинам пришлось изменить. Но об этом я расскажу в дальнейшем. А сейчас всем замечательного дня. До свидания. Увидимся. Субтитры добавил DimaTorzok